Привет, друзья! Я очень хочу вас поблагодарить за обсуждение такое интересное этой моей картины. О том, что она грустная, это заметили все, и там какая-то глубокая печаль, это заметили все. И что где-то цвета не хватает, подсказали. Ну, кто-то написал, и не надо переделывать, не надо доделывать. Но я вам очень благодарен сердечно, потому что это очень интересное явление, потому что нам всегда обычно хочется видеть светлое лицо, улыбающееся, дарящее радость. Ну, а здесь грусть какая-то, грусть. Да, ну, грустное лицо всегда вызывает какое-то, видимо, ощущение, ну, опереться не на что. Понимаете, там требуется от нас дать, ну, как-то успокоить, сказать какие-то хорошие слова, прибодрить. Ну, это же отдача какая-то, и, видимо, поэтому людям больше нравится, когда лицо светится, улыбается. Ну, поэтому, наверное, мы при встрече стараемся улыбнуться, чтобы показать открытые отношения, что у нас нет ничего такого, что вас заставит тратить на нас свои силы и энергию. Ну, это вообще очень интересное явление. Там же мне сказали, напомнили свет в глазах смотрящего. Да. Ну, еще я... Это, конечно, было очень давно, но, кажется, Христос говорил, я сейчас не помню точно, давно было, что... Не важно, что в человека входит, важно, что выходит. И Царствие Божие внутри нас есть. Ну, конечно, конечно. Все зависит от нас, как мы смотрим. Бывают очки розовые, когда мир кажется таким светлым, весь такой. И очки темные, когда у нас такое плохое настроение, удрученность. И там была дискуссия с дамой, которая вначале, значит, она очень так, что это такое, что за мазняк, который позволяет себя называть шедевром. К себе никто не приписывайте. У меня же там много пишут и в личках там пишут. Вот. А потом, когда вдруг она написала, что... А я как успокоилась, сразу пригляделась, и вроде ничего. Я уже как-то рассказывал на своем ролике давно, что для меня искусство – это тест. Потому что приходит, например, человек ко мне в центр давно еще, там картины у меня все мои висели, смотрит и говорит, ой, какие у тебя картины. А другой заходит и говорит, а что это у него такие глаза, грустные или тяжелые. А потом успокоился и говорит, ой, нормальные глаза. Ну, это все зависит от восприятия. Ну, это, конечно, очевидно грустное. Очевидно грустное, что тут скажешь. Ну, я как раз таки где-то сознательно, где-то подсознательно на самом деле хотел посмотреть. Вообще грусть, она вообще притягивает, вызывает какое-то особое отношение положительное. Или на самом деле всегда надо писать широкие улыбки, такие жизнерадостные, как у нас на телевизоре, все такие радостные. Ну, жизнь-то за кадром проходит, и мы же не знаем, как это вот актриса или там диктор, потом там у себя где-то там сидит, плачет. Мы же это все за кадром не видим, а она все время показывает вот эту виртуальность, вот эту жизнь. Какие они бодрые, какие они энергичные. И человек сидит и думает, господи, типа того, что жизнь-то другая, то у него плохо. А там все типа так, такие энергичные. Ну, виртуальная жизнь и реальная жизнь. Ну, это интересно, правда? Ну, я очень вам благодарен. А сегодня, видите, я без глазка. Да, и не только для того, чтобы удивить, но я просто сейчас готовлюсь. Сейчас будет у меня в Инстаграме встреча, презентация моей книги, новой, которую я выпустила АСТ. И там будут со мной в 16 часов беседовать, вопросы задавать. Я там должен рассказать тему, о чем книга, какую пользу большую она может дать любому человеку. Ну, посмотрите. До встречи, друзья.